Сегодня наша тема – секрет Завета. Когда наблюдаем в современном обществе отношение к Завету, к Брачному Завету, к Церковному Завету, ну, давайте остановимся на Семейном, на Брачном Завете, где люди воспринимают это как церковную традицию, архаичную, непонятную, нужную, ненужную, в принципе, зачем нужную. Мы же перед Богом, даже некоторые люди в церкви, считая себя верующими, говорят, мы можем жить вместе и без венчания, потому что мы же перед Богом все это делаем, мы же искренние, Бог же все видит, Бог же все знает. Или отношение к самому обряду, бракосочетание поверхностное, легкомысленное, не имеющее в себе определенного трепета или торжественности. Когда человек упрощает этот процесс, думая, что упрощая этот процесс, тем он угождает Богу. Так вот, когда нашли книгу Завета в храме и начали читать ее, они вдруг поняли, что некоторые секреты взаимодействия с Богом они просто утратили. И им нужно покаяние и возвращение. Я готовился несколько недель к этой проповеди, размышлял. У меня материала около часа, я буду сегодня вам преподавать, говорить. И у нас, в принципе, по средам мы собираемся, чтобы углубляться в Слово. Это не только проповедь, это больше учение. И поделюсь с вами мыслями о Завете. Начнем с мысли, с первой мысли «сила никогда». Когда мы воспитываем детей или мы приходим на работу, есть такое понятие «меры предосторожности» или «правила безопасности». Правила безопасности поведения на воде, правила безопасности там или в другом месте. О чем говорят правила безопасности? Они говорят, если ты никогда этого делать не будешь, то с тобой это никогда не случится. То есть, если ты не будешь прыгать в огонь, то, соответственно, ты не обожжешься. Если ты не будешь вести себя так или так, то у тебя будет здоровое тело, несмотря на то, что ты обращаешься, может быть, с опасными предметами. Точно так же мы учим и детей. И когда мы детям преподаем, определенные правила безопасности, мы всегда говорим, что если нарушать правила безопасности, то ты можешь подвергнуться угрозе смерти. То есть, если ты перебегаешь дорогу в неположенном месте, выбегаешь, не останавливаешься, не смотришь направо, налево, ты можешь подвергнуть свою жизнь смертельной опасности. И когда мы в мире, в жизни, в бытовой своей жизни говорим об этом, для нас это не нечто странное, для нас это нормальное, понятное и осознанное, так должно быть. Но когда мы начинаем говорить о Боге и о заповеди, для нас вдруг все это становится странным. А ведь именно так Бог поступал. При зарождении человечества первое, одно из первых, что Он сделал, Он предупредил человека о смертельной опасности. Он не оставил его в неведении. Давайте прочитаем книгу Бытие, 2 глава, 16-17 стих. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Когда Господь поселил человека в саду, где была причина смерти, одна, но была причина, которая могла служить к смерти человека. Бог предупредил человека об этом. Если мы размышляем сегодня о Завете, то вот это был первый Завет взаимодействия человека и Бога, вообще человечества и Бога. Бог понимал, что у них будет взаимодействие, и это взаимодействие должно было. Но чтобы оно осуществилось, Бог вносит заповедь. Он совершает Завет в контексте заповеди. Он говорит, если ты сохранишь себя от этого, тогда ты сохранишь себя в жизни, в которой я могу быть и иметь с тобой взаимоотношения. Если мы размышляем о Завете вне контекста заповеди, тогда мы нарушаем саму природу Завета. Я издалека разгоняюсь, чтобы подвести вас к смыслу, потому что моя цель – восстановить логику и смысл Завета, чтобы он был логичен и понятен. Итак, когда мы говорим о Завете, мы говорим о заповеди. Взаимоотношения Бога и человека вне Завета невозможны. И это определяет первая книга Библии. Она показывает, если ты желаешь иметь отношения с Богом, ты не можешь иметь эти отношения вне Завета и вне заповеди. Точнее, а Завет не может быть вне заповеди или без заповеди. Когда мы говорим о смысле, а вообще в чем смысл Завета? Смысл Завета в том, что если нету Завета, то нету и взаимоотношений. Нету платформы для взаимоотношений. Возвращая себя к логике и к смыслу Завета, вот в этом самый главный его секрет, его сила Завета, он открывает возможность к взаимоотношениям. Итак, книга Бытие закладывает этот фундаментальный камень во взаимоотношения и, разговаривая с человеком, Бог говорит, у тебя есть все, включая общение со мною, но чтобы сохранить его, нам необходим Завет. Позже уже в основу формирования богопознания, которое было преподано Богом через Моисея, также была заложена заповедь. То есть в самом начале, в десяти заповедях была первая заповедь. И эта заповедь буквально звучала так. Книга Исход, 20 глава, 2-3 стих. «Я Господь Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у Тебя других богов перед лицом Моим». Когда позже Христос сформулировал эту заповедь, как заповедь любви, по сути, то, что говорит Бог к своему народу, к Израилю через Моисея, Он говорит, «Если в твоем понимании ты не придешь к тому, что завет – это выбор одного и навсегда, ты вообще не поймешь, что такое завет. Все последующие заповеди, они никак тебе не помогут. Если ты не начнешь с первой заповеди, и Он, обращаясь к Израилю через Моисея, говорит, «Я Господь, и у тебя не может быть других богов, кроме Меня. Как только у тебя кто-то другой появляется, у тебя разрушается завет». Поэтому, когда Бог, Он давал в понимание человеческого взаимоотношения между мужем, женой и между ним с человеком, Он закладывал эту силу выделить одного и выделить навсегда. Одна из причин, почему сегодня браки совершаются уже в более зрелом возрасте и, к сожалению, часто достаточно быстро разрушаются, распадаются. Одна из причин – люди потеряли способность выделить одного навсегда. Слишком много искушений. Сам общественный уклад сегодня такое, что искушений очень много у человека, и вот он смотрит. И даже ему кто-то понравился или даже полюбился. Но, подходя к завету, подходя к пониманию, мне надо выделить одного или одну. И навсегда вот здесь начинаются пробуксовки. Здесь начинаются оттормозки и отодвигают это решение подальше от себя. Но даже в нашей вере заложен завет. Иисус Христос для нас – это настолько знакомое имя. Мы его произносим очень часто, особенно в молитвах. Мы ожидаем, что через это имя нам откроются блага от Господа. Но само это имя несет заповедь в себе. Это имя – заповедь, если можно так сказать. Потому что нет другого имени под небом, которым надлежит человеку спастись, кроме имени Иисуса Христа. Завет, он с нами следует через всю нашу жизнь. Но мы как будто его не замечаем, мы им пренебрегаем, мы делаем вид, как будто его нету. Мы приходим в церковь, мы говорим, в моей жизни есть только один Бог – Иисус Христос. И если мы способны выбрать единственного Господа, значит, у нас есть сила в жизни выбрать единственную или единственного в зависимости от вашего пола – мужа или жену. сила завета, она не теряется, когда ты уходишь из церкви и возвращаешься в свою бытовую обыденную жизнь. Она никуда не теряется, она остается. Просто мы не прилагаем к этому своего сердца. Большинство из нас, если не все, то большинство, когда мы говорим о взаимоотношениях между мужем и женой, каждый, даже, может быть, не до конца понимая, вставая под венец, вставая во взаимоотношения брачного завета, мы ожидаем, это будет навсегда. Это будет навсегда. Почему навсегда? Потому что вот в самом этом слове «навсегда» есть какая-то гармония, есть какая-то защищенность, есть какая-то уверенность, есть какое-то счастье, удовлетворение. Поэтому, наверное, нет ни одной супружеской пары, которые вставали, клялись друг другу в любви и думали, ну, это на один год. Все думали это навсегда. Мы желаем вкладываться в те отношения, которые определяются словом «навсегда». И вот мысль, которая меня очень сильно, мое сердце очень сильно коснулось, когда я размышлял над этой проповедью. Дух Святой буквально сказал мне, «Если я не пойму слово «никогда», я не смогу войти в свое навсегда». когда мы ожидаем построить крепкие взаимоотношения с Богом, особенно в семье, и мы говорим, «это будет навсегда». Но если мы говорим, «это будет навсегда», а перед тем не осознали, а что есть в наших взаимоотношениях, чего никогда не должно быть. вот «никогда» открывает дверь в «навсегда». И если ты не понимаешь в Завете слово «никогда», если этой заповеди еще нет, то, скорее всего, как бы это ни было больно слышать, твои отношения не навсегда. Адам упустил свое «никогда». Бог, мы с вами прочитали, Он предупреждал, «все можешь делать, но вот это – никогда». Там по-другому написано, но суть и смысл я не искажаю. Бог говорил ему, «вот этот плод – никогда, и тогда все остальное – навсегда». Когда мы говорим о семье, когда мы говорим о Завете, нам нужно войти в заповедь Божию, в заповедь взаимоотношений. И когда мы поймем заповедь во взаимоотношениях, тогда перед нами откроется великий потенциал самого Завета. Многие люди не могут получить удовлетворения или радости, или благословения от семейных взаимоотношений много превратного толкования о семье только по одной причине. Их жизнь узкая из-за того, что у них нету слова «никогда». Если мы хотим узнать секрет Завета, и я именно так назвал сегодняшнюю проповедь, первое, что я положил в своем сердце сказать – «узнайте никогда». когда этот царь начал читать, или, точнее, перед ним начали читать книгу, и он осознал, что там есть это Слово, и они не живут по этому Слову. Поэтому их жизнь узкая. Поэтому их жизнь, она не имеет вот этой гармонии, этой защищенности, этого благословения, которое Богом положено в Завет. Послание к Ефесянам, 5 глава, 3 стих. «Облуд и всякая нечистота, и любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым». Апостол Павел – это в Новом Завете, потому что иногда люди путают вообще понимание благодать, закон, все перемешивают, пытаясь оправдать себя в каких-то душевных своих действиях, земных, плотских. Закон не противоречит Евангелию, и Евангелие не противоречит закону, потому что Христос и там, и там. Когда апостол Павел в послании к Тимофею, он поднимает вопрос Завета, вопрос взаимоотношений, если в Ветхом Завете заповедь звучала «Не сделай, не соверши, не произведи», то здесь Павел говорит «Это даже не должно у вас именоваться». Вот в Завете верующих людей, когда муж и жена – это церковные люди, это глубоко верующие люди, вот я убежден, у нас даже некоторые слова, которые несут в себе смерть и разрушение, они даже именоваться не должны. То есть наше «никогда» оно более высокого качества должно быть, если для людей этого мира я никогда не буду спать с другим мужчиной или с другой женщиной, я никогда не буду бить тебя, я не буду никогда причинять вред твоему здоровью, то у нас оно даже именоваться не должно. У нас оно должно быть прекращено на уровне наших высказываний. Я с тобой разведусь, я тебя ненавижу, я тебя никогда не прощу. Слово «никогда» вот у нас, оно уже должно здесь стоять, отсекая барьеры и все остальное. И если мы сможем найти свое «никогда», тогда мы сможем найти свое навсегда. Это сила нашей веры. Именоваться буквально, когда здесь написано, это «звать по имени». То есть мы, мы как верующие люди в наших взаимоотношениях должны отказываться звать по имени проклятие, разрушение, смерть, все, что может быть за пределами нормальных Богом данных взаимоотношений. Итак, первая мысль мы с вами порассуждали над словом «никогда». Мы поговорили с вами о завете в контексте заповеди, что без заповеди завет невозможен, взаимоотношения, глубокие взаимоотношения, ведущие к единству, невозможны без завета ни с Богом, ни с человеком. Поэтому, когда мы осознаем заповедь, мы осознаем завет, и эта заповедь открывает нам двери к благословению. Вторая мысль, которую я с вами хочу разделить, шрам завета. Шрам завета. Я называю какие-то мысли, как они есть в моем сердце, но вы можете для себя потом перефразировать, как вам будет более удобно. Продолжаем рассуждать о завете. Важно увидеть, что в каждом завете есть определенная рана, или, ну, я не стал слово рана писать, я написал шрам, чтобы уже как-то, знаете, перепрыгнуть, перемотать то, что больно, и уже где-то что-то зажило. Что за шрамы завета? Давайте начнем с шрама, который носит на себе абсолютно каждый человек, и не считает это шрамом. И сегодня этот шрам девушки любят очень выставлять на показ. Это пупок. Вы понимаете, что это шрам? Это не украшение природное, это не нарост, так вот, это не композиция Бога на тебе. Это то, что у тебя была пуповина, которую однажды отрезали, перетянули, она зажила, и этот шрам, который ты носишь на себе всю свою жизнь. Когда мы с вами рассуждаем на тему завета, почему, ну, я уверен, что вот инженерная мысль Бога, она гораздо глубже и шире, чем у нас, и он мог бы какой-то блютуз там установить в чреве матери, чтобы обойтись без пуповины, а как-то, ну, вот, продумать. Убежден у Бога достаточно мудрости для этого, но он сохранил определенный путь и способ к рождению ребенка. И ребенок рождается со знаком на себе. И этот знак буквально свидетельствует. Ты – преемственность. Ты – не начало жизни. Ты – приемлешь жизнь. И это – завет. Это – память завета. Это – память, которая должна избавлять нас от гордости и подводить нас к смирению и почитанию Бога и родителей. Исход 20.12. Заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Каждый раз, когда мы видим этот привычный шрам, мы можем вспоминать об этой заповеди. Оно должно напоминать. Шрам напоминает нам о определенном действии, о совершенном действии. И вот наш шрам деторождения, который носит как мужчина, так и женщина, в этом у нас, кстати, нету отличия, в этом мы едины. Он должен напоминать «Мы с вами пользователи жизни, которую нам передали. Кто-то нам дал воспользоваться своей жизнью, чтобы мы произошли». И это напоминание настолько ценное в глазах Бога, Он сделал это заветом. Он сказал, «Каждый раз, когда ты видишь это на своем теле, здесь этого не написано, это мои слова, но каждый раз, когда ты видишь, вспоминай эту заповедь, почитай отца и мать». И это ведет нас к более глубоким взаимоотношениям с Богом. Почему? Потому что, если мы не понимаем, что мы приемлем жизнь от родителей, тогда мы и исключаем Бога как Творца человечества и начинаем придумывать себе разные теории эволюции, лишь бы забыть пупок на своем чреве. Завет имеет шрамы, которые позволяют нам помнить о заповеди. Давайте прочитаем одно место из Евангелия. Я не знаю, насколько вы его понимали раньше, когда я только начал читать Евангелие, оно не совсем мне было понятно, потому что я, как и вы, живу в современном обществе. Евангелие Матфея, 1 глава, 2-3 стих. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фореса и Зару от Фомари, Форес родил Исрома, Исром родил Арама. Итак, остановимся. Я не знаю, насколько для вашего уха это благозвучно. Авраам родил. Евреям что, биологию не преподавали в школе. Они не знают, откуда дети берутся. Что за странная формулировка? Я специально прочитал, потому что здесь, в этой формулировке, есть еще такая, для непосвященного человека загадка в этой формулировке, Исару от Фомари. Ну, когда сегодня в современном обществе говорят, мужчина родил того-то от такой-то женщины. Сегодня, говорит, такая-то женщина родила от такого мужчины, от такого мужчины, от того, вот от такого мужчины. Я говорю это не для того, чтобы высмеять одно или другое. Я говорю это, потому что это очень важно для осознания силы завета. Сегодня роль мужчины, она выхолощена из репродукции человечества. Сегодня попытка поставить женщину единственной платформой для воспроизводства жизни и поклоняться такому воспроизводству жизни. И это антибиблейское утверждение. Оно не соответствует Библии, потому что оно нарушает структуру завета. В результате этого многие семьи сегодня разрушаются. Роль мужчины в рождении уничижилась до такого состояния, куда уже ниже, некуда отпускать. Поэтому сегодня отцовство по сути в большинстве наций вообще не работает. В результате чего общество не может создать гармоничную, целостную семью. Я не просто так вам прочитал Авраам родил того-то, и того-то, и того-то. Это библейская точка зрения, когда Бог, а мы верим, что Писание Бога когда Бог смотрит на рождение детей, у него другая формулировка. Он говорит, Антон родил того-то от Светланы. Надеюсь, ни от кого больше. Никогда не будет. У Бога формулировка не Светлана родила от Антона. Антон родил от Светланы. Он ставит мужчину в деторождении на первое место. Вы спросите, да что это такое, да, сестры? Какая несправедливость. Он же не вынашивал, он же не боль терпел. Ну, скажем так, справедливости ради, и не он был причиной этой боли. Эта боль пришла в причине известной. Книга Бытие, третья глава, женщины, прочитайте и поймете, откуда это все началось. Ну, оставим это. Вернемся к мужчинам и к репродукциям. Адам, книга Бытие, 5-3. Адам жил 130-230 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему и нарек ему имя Сив. Вообще, где Ева? Что, ну, если не углубляться в богословие, для уха звучит так, так режет по ушам. Адам прожил 230 лет и родил сына. Он что, сам с собой его родил? Как он его родил? Почему Бог ставит на первое место? Я не забыл, что мы говорим о шрамах. Бытие, 2-я глава, 21-22 стих. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку». Некоторые такие, ну, шутливые, я надеюсь, рассуждения у некоторых верующих. Был у Адама пупок или не был у Адама пупок? Я не знаю, что было у Адама, но то, что я точно знаю, у него был шрам в области ребер. У него был разрез. Место, которое Бог буквально вскрыл, взял оттуда материал для сотворения Евы. По сути, мужчина является камнем сотворения на этой земле. Поэтому, когда евреи писали, Авраам родил, Адам родил, они не ошиблись. Это не проблема с биологией. Это их глубокое понимание завета. Они всегда ставили на первое место того, от кого жизнь зарождалась. «Жизнь зародилась, Бог создал Адама, взял из Адама материал для сотворения Евы». Если мы хотим понимать завет, нам всегда необходимо понимать, почему Бог дает главенство или ставит на первое место одно из своих творений. Не из-за лицеприятия. Бог не лицеприятный абсолютно. У него нету лицеприятия к мужчинам и он никогда не уничижал женщину, но он, будучи праведным, все ставит на свои места и по порядку. И если мы не поймем этого порядка, мы будем постоянно нарушать завет, а нарушая завет, мы не будем иметь крепких взаимоотношений. Поэтому Бог дает первое место мужчине в заключении завета или дает ему главенствующую позицию в этом формате, потому что мужчина понес на себе шрам завета. Он стал родоначальником семьи. Из него произошла семья. И я глубоко уверен, сестры, я глубоко уверен, так и должно продолжать быть. Через мужчину Бог должен созидать семью. Когда короткая юбка созидает семью, это нехороший завет. Мужчина должен созидать. Это то, что рождается из него. Это материал, который берется из его структуры, и из этого сотворяется все последующее, что мы называем семьей и брачными взаимоотношениями. через тысячелетие произошло уникальное событие на Голковском кресте. Евангелие Иоанна, 19 глава, 33-35 стих. «Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени, но один из воинов компьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода, и видевший засвидетельствовал и истинно свидетельствовал его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили». Шрам Завета был на первом Адаме, шрам Завета был на втором Адаме. Я не думаю, что это была случайность, ошибка, это было по Писанию, это было, как Бог планировал, Он это воспроизвел в области ребер, и Иисусу Христу сделали надрез, и там был взят материал для создания невесты Христа Церкви Божией, у которой однажды будет этот пир с Божьим Агнцем, со Христом, с Царем. Когда мы понимаем о Завете, что Завет имеет свой шрам, это нам напоминание, которое приводит нас к символам. И давайте перейдем к следующей мысли символы Завета. А то, что у Иисуса был шрам, я уверен, потому что Фома, когда сомневался во Христе, Иисус сказал, вот, ребра, значит, там был надрез, он сказал, вложи. То есть, этот шрам реально был. Итак, мы приемлем жизнь. Это я еще остаюсь в шраме Завета. это напоминает нам, что не мы, господа, и не мы устанавливаем правила. Мы приемлем жизнь благодаря тому, что кто-то позволил нам воспользоваться его жизнью. Итак, символы Завета. Когда из Христа истекла кровь и вода и само его тело на Голговском кресте, это те три символа, которые являются фундаментальными в нашем христианском мировоззрении. Символы очень важны и для семьи. Любой Завет должен иметь символы. Если нету символов, Завет забывается. Так для евреев это была Пасха. Ежегодно они символически воспроизводили то, что предшествовало их свободе из рабства. Для нас это хлебопреломление через воскресенье мы будем проводить с вами хлебопреломление. Это воспоминание написано о Христе, о Его подвиге и о Его воскресении, чтобы напоминание этого Завета помогало нам выровнять или испытать свою жизнь и привести ее в соответствие. В Завете устанавливаются символы, которые становятся измерителями исследователями в ответственных направлениях. Когда мы говорим о семье, в семье также должны быть эти символы, которые направляют нас на исследование. Я не знаю, как вы, каждый раз, когда я подхожу к хлебопреломлению и держу кусочек опресника в своей руке, я размышляю. Этот символ помогает мне углубиться в размышления над тем, что Христос сделал и над тем, а какая я часть в теле Его, больная или здоровая, позорящая или прославляющая, нуждающаяся в исцелении или исцеляющая. Когда мы соприкасаемся с символами, они помогают нам углубиться, и семья, которая не имеет в своем ресурсе символы и не подходит время от времени к ним, она становится слабой. Как еврей, я уже сегодня этот образ царя эксплуатирую и останусь с ним, который прочитал в этой книге закона о Пасхе, и он понял, что они десятилетиями не исполняли этого. И он ужаснулся, и он говорит, нам это надо сделать. У нас есть величайший символ взаимоотношений с Богом, а мы этого не делаем, нам нужно вернуться. Я знаю, некоторые семьи сейчас слушают и понимают, мы этого не делали, значит, это нужно начинать делать. Давайте поговорим об этих символах. Первый символ это тело. Я для себя написал, что вот эти символы, они являются секретом нерушимости завета, а не секрет нерушимости. Книга Бытие 2.24 «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене и будут два одна плоть». Тело символизирует сотворение, которое наделено полномочиями и ответственностью. Когда мы смотрим на свои тела, и это таинство двоих, только двое остаются один на один, где они оголены, где они доступны, где они знают друг друга так, как никто другой их не должен знать. И это есть символ. Это символ ответственности, потенциала, полномочия. Когда мы доверились друг другу и посвятили друг другу свою жизнь, я имею в виду сейчас семья, муж, жене, жена, мужу, в этот момент мы на самом деле посвятили не только свою жизнь. Мы посвятили свою смертность, потому что наши возможности, они ограничены, ресурс наш ограничен. И мы это видим, когда проходят годы, проходят десятилетия, мы понимаем, что ресурс человеческого тела, его талантов, его возможностей, деторождения, проектов, созидания и так далее, он ограничен, поэтому, когда мы посвящаем себя в завете, мы не просто посвящаем друг другу свою жизнь, мы посвящаем друг другу свою смерть, поэтому в брачной клятве говорится, что только смерть разлучит нас. Если нам дали возможность воспользоваться нашей молодостью, давайте скажу красиво, мы не должны пренебрегать зрелостью. Тело должно нам напоминать определенную ответственность, оно должно напоминать нам трепетное отношение к потенциалу друг друга, что мы одна команда, мы одно целое, мы будем получать награду у Бога, мы то, что воспроизводим, мы воспроизводим вместе. И в книге Малахи, это, как я говорю, для меня это книга о взаимоотношениях. Бог очень строго выговаривает еврея. Малахи, 2 глава, 14 стих. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Это символ неотъемлемости. Так бывает иногда, люди, забрав лучшие годы у другого, бросают его, как ненужную вещь, отказываются видеть то тело, которое становится, да, более старым. Но когда мы вставали под венец, мы не были такими. И мы не имеем права пренебрегать друг друга, когда в нас происходят определенные метаморфозы, смертности, неизбежные ни для какого человека, мы можем это подтягивать, мы можем это сейчас кремами улучшать, мы можем это замазывать, но по сути мы все равно будем признавать, мы не такие, какие мы были 20 лет назад. и Бог выговаривает в Малахии к евреям, Он говорит, вы меняете завет как одежду устаревшую, вы поступаете вероломно, вы не имеете права так поступать, вам отдали лучшие годы жизни, а вы просто через это переступили. И это не только в семье, так бывает в церкви, так бывает с родителями. Родители отдают детям лучшие годы своей жизни. Они могли в эти годы наслаждаться, быть беспечными, тратить деньги для себя, ездить везде, где только могли ездить, но они приняли решение родить одного, второго, сколько Господь даст, вкладывать в них бессонные ночи, вкладывать в них финансы, тратить свои ресурсы не на себя, покупать себе часто не то, что тебе хочется, а то, что соответствует семейному бюджету, чтобы поддержать твоего ребенка, но потом родители стареют, а дети начинают стыдиться своих родителей, и это мерзость перед Господом. Это те люди, которые отдали тебе лучшие годы своей жизни. Если ты так будешь поступать, Бог не будет на твоей стороне. Завет имеет в себе символ тела, и когда мы смотрим на тело, мы вспоминаем нашу сопричастность, мы вспоминаем нашу взаимоответственность, мы вспоминаем наше посвящение и углубление в эти процессы. Притча Соломона, 16 глава, 31 стих. Венец славы, послушайте, венец славы, и здесь, может быть, кто-то подумает, красота и молодость, венец славы, седина, которая находится на пути правды. Если ты научишься правильно относиться к тому, с кем ты в завете, тогда его старение, ее старение рядом с тобой, это не будет чем-то уничижающим тебя, это будет славой, если это, конечно, на пути правды. Поэтому, когда мы входим в завет, необходимо ценить, уважать и бережно относиться к доверенному нам в совместное управление ресурсу. Мы имеем совместное управление ресурсом души человеческой, жена мужа, муж жены, и если нету вот этого символа в завете тела, когда двое смотрят друг на друга и понимают, я в ответственности, чтобы наш ресурс расходовался грамотно, правильно и принес много славы и был венец этой славы. Давайте перейдем к следующему символу. Кровь. Из Христа истекла кровь. Я не буду говорить о истечении крови, можно много говорить, нету времени для этого и нету такой цели. Я хочу просто укоренить этот символ сегодня, особенно в семье. Левит 17, 11. Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Кровь символизирует жизнь, душу, с ее мощным потенциалом, вложенным в нас для совершенствования. Кровь, она как свидетель. Бытие 4.10. И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Кровь не упалкает, она вопиет, она свидетельствует. Когда я говорю о крови, как символ в семье, я не имею в виду, что мы делаем какое-то кровопролитие. Не дай Господь. Мы этого не делаем, не проповедуем и говорим, этого делать не надо. Кровь Христа пролилась, это достаточно на тысячелетия, больше никакого пролития крови не надо. Но то, о чем я говорю, это символ свидетельства. В послании к евреям написано, что кровь Христа очищает совесть нашу. Кровь свидетель, и она взаимодействует с совестью. И символ крови в семье это наша совесть. Совесть, которая свидетельствует и не умолкает. Она имеет взаимоотношение с Богом и она имеет взаимоотношение друг с другом. Это очень сильный символ, потому что если мы начинаем делать что-то бессовестно внутри семьи, то совесть, она будет вопиять к Богу подобно крови, которая вопияла от земли, потому что муж и жена, если мы говорим о семье, это смешение крови, это смешение двух душ, которые соединились в одно, и когда они соединились в одно, они теперь перед Богом одно. Символ крови в семье это способность в своем браке, в своих взаимоотношениях. Давайте к жертвеннику вернемся, который в Левит прочитали кровь для жертвенника. Что такое жертвенник? Жертвенник у Израиля это было место, где через кровь они получали прощение, очищение, исцеление, восстановление взаимоотношений. Вот когда я говорю о символе крови в семье, это символ нашей совести, это символ свидетельства, которое мы друг другу даем возможность прощения, обновления, восстановления. Если мы не даем возможности внутри взаимоотношений говорить совести, тогда мы постепенно удаляемся не только друг от друга, но мы удаляемся от Бога. Послание евреям, 13 глава, 4 стих. Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна, блудников же и прелюбодеев судит Бог. Слово честный буквально на греческом «высоко ценимый», а непорочный «беспятен», чистый. Когда я говорю о крови как символ в семье, это чистота и высокоценимость. Когда нам совесть начинает свидетельствовать, когда она сталкивается с тем, что тот, кто нами высоко чтим, или точнее отношения с тем, кого мы чтим высоко, они попадают под угрозу, совесть начинает свидетельствовать, ты делаешь неправильно. То, что ты делаешь, может разрушить все твои взаимоотношения. Совесть реагирует на приоритеты. Поэтому человек бессовестный, это человек с разрушенными приоритетами, у него неправильная шкала ценностей. Человек совестливый, это человек, у которого приоритеты правильные. И когда Господь обращается в послание к евреям, что у вас брак должен быть высоко ценимый, и ваше ложе, оно должно быть без пятен, оно должно быть чистое, то есть самые глубокие взаимоотношения, там не должно быть пятен. Если ты что-то начинаешь скрывать, если ты что-то начинаешь недоговаривать, если ты что-то начинаешь утаивать, если ты что-то начинаешь делать втайне от своего мужа или от своей жены, это бессовестный путь. Это говорит о том, что ты не очищаешься, ты в этом вопросе поступаешь противно завету. Символ совести в семье это символ непорочности и чистоты, о прочих написано судит Бог. Давайте перейдем к последнему символу это вода. Кровь и вода истекли из Христа и в символе завета. Через все писание это образ очищения вода я имею ввиду очищения, обновления, возрождения. Можно очень много говорить о воде, это много разнообразных примеров, но я хочу на одном остановить ваше внимание послание к Ефесянам 5 глава 26-27 стих чтобы осветить ее очистив баней водную посредством слова чтобы представить ее себе славной церковью не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного но дабы она была свята и непорочна и вот символ воды в отношении мужа и жены это служение баней водной этот труд это определенное действие это определенная забота это определенное служение это определенное прикосновение к тому к чему мы не хотели чтобы прикасались вода это символ служения в семье и в церкви Евангелие Иоанна 13 глава 8 стих Петр говорит ему не умоешь ног моих вовек Иисус отвечал ему если не умою тебя не имеешь части со мною Иисус берет воду и он использует ее для того чтобы умыть ноги своим ученикам когда мы говорим о семье и о том что в семье есть символ завета это вода надо смотреть как сегодня обстоит дело со служением внутри семьи как муж и жена служат друг другу как родители и дети служат друг другу вообще есть служение внутри семьи или его нету если служения внутри семьи нету значит потеряна взаимосвязь послушайте как глубоко Христос отвечает Петру он говорит если не умою тебя не имеешь части со мною это это после трех с половиной лет Господь как я за тобой иду оставил свой успешный бизнес везде в трудности в гонениях послушаниях когда тебя другие оставляли я был рядом с тобой это что за пренебрежение такое Иисус говорит если я не буду служить тебе ты не сможешь быть моей частью я подвожу вас к очень важному пониманию внутри семьи многие перестают быть частью друг друга и чувствовать взаимодействие чувствовать сопричастность они живут как в общежитии они живут так как будто бы просто занимают совместную жилплощадь но они не часть друг друга потому что они отказываются или служить друг другу или принимать служение друг друга и то и другое бывает иногда люди перестают просто служить друг другу в гордости или в обиде они не хотят смирять свое сердце чтобы проявлять то что Господь возложил на них муж имеет свою ответственность Бог дал ему назидание священство молитву кстати молитва она возложена не на жену в доме а на мужчину мужчина это священник который в первую очередь должен предстоять перед Богом на жену же Господь возложил совершение и сохранение очага тот уют тот быт ту заботу который мужчина по сути не призван приносить в семью и есть определенные служения и дарования которые мы внутри начинаем определять находить не сразу иногда нужно определенное время чтобы это понять но если мы перестаем служить друг другу это точно так же когда знаете люди говорят а я не чувствую себя частью церкви или а я не чувствую что в этой церкви есть любовь у меня всегда вопрос а ты служишь в этой церкви первый второй тебе в этой церкви служат мы переходим ко второму если с тем что служить друг другу все более понятно вот то что менее понятно особенно во взаимоотношениях дать другому послужить тебе когда Иисус начинает мыть ноги Петра он говорит ты не умоешь моих ног мы хотим быть самодостаточными мы хотим чтобы показать мы совершенны не надо меня поправлять я знаю сама я знаю сам как это делать не надо ко мне говорить из-за этого некоторые семьи разрушаются бывает не сразу но они уходят на далекую дистанцию друг от друга муж перестает говорить жизнь жены жена перестает слушать мужа я не думаю что это нормально что это некое состояние смирения на самом деле это горделивое состояние отсутствие служения и восприятие служения если я не умою ног твоих пойми ты не сможешь быть моей частью если я не могу говорить в твою жизнь если я не могу заботиться о тебе если я не могу прикасаться к тому что нужно поправить исправить ты этими ногами ходил они заморались ты лежишь за столом позволь мне поправить немножко твое поведение и это позволит нам дальше жить вместе душа в душу гордость препятствует служению надменность препятствует восприятие служения к себе да я уже знаю да я уже молилась об этом да не надо мне об этом говорить зачем посиди спокойно и позволь Христу сделать то что Он запланировал сделать Иисус говорит если я не умою ног твоих Петр ты не будешь иметь части со мной прославление пожалуйста выходите ко мне помогите в служении подводя итог мы поговорили с вами сегодня о разных деталях завета и цель всей проповеди чтобы напомнить или открыть в зависимости от вашего богопознания силу и секреты завета потому что если мы научимся пользоваться этим Богом данным инструментом для человечества во взаимоотношениях мы удивимся насколько мы можем быть крепкими сильными продвинутыми неразрушимыми счастливыми и гармоничными моя цель чтобы мы учились завету в церкви в семье утверждались в нем завет имеет за собой право освидетельствования не только в настоящем но и в будущем завет это как книга в которой записывается твое право на совместную жизнь право на совместную жизнь с Богом право на совместную жизнь внутри семьи это право Бог разделил на два участка общественный и Божий он дал людям возможность определять и он оставил часть его определения поэтому когда мы заключаем завет семьи я имею ввиду мы даем возможность людям сделать это законным образом подтвердить юридическим образом свое намерение и желание сделать это как должно в том обществе внутри которого мы живем и второе мы представляем перед Богом и просим Божьего благословения если нарушается что-то одно завет перестает иметь сил а мы только к Богу подожди ну давай посмотрим на твою общественную жизнь может быть у тебя уже таких псевдозаветов по всей России нам нужно убедиться что внутри общества ты чист чтобы заключить этот завет и тогда мы представляем тебя перед Богом и свидетельствуем перед Богом что мы исследовали твое дело признали вас достойными чтобы представить в церкви и сказать Господи прими этот завет и дай ему перспективу и право как в настоящем так и в будущем когда они придут на небеса они не придут как блудники они придут как те которые были в завете и они будут иметь там награду от Господа и они и они не придут Продолжение следует...